Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, если утром вы просыпаетесь и у вас хорошая эрекция, хорошо это или нет. Давайте сегодня разбираться. Как вы думаете, пишите в комментариях, это хорошо или нехорошо. Почему-то многих это смущает, и очень часто мне на эту тему задают вопросы. А вообще, как должно быть, является ли это нормой или нет. Поэтому давайте разбираться. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. В следующих видео мы будем разбираться с вашими самыми интересными вопросами и комментариями. Дорогие друзья, ну что, вопрос, который волнует многих. Почему такое бывает? Вообще норма это или нет? И, соответственно, если нет этого, что делать? Так вот, отвечаю на вопрос сразу, что да, это очень хорошо, когда утром у вас есть эрекция. Многие специалисты даже говорят так, что это зеркало вашего репродуктивного здоровья. Что если утром у вас есть хорошая потенция, то это говорит о том, что у вас, в принципе, всё хорошо с вашим здоровьем. Но, соответственно, многие жалуются на то, что, возможно, не такая сильная, недостаточно хорошая потенция возникает. Что делать? Соответственно, в утренние часы повышается значительно выработка тестостерона. То есть вот в период утренний с 4, там, с 5 до 7, в зависимости от ваших пиоритмов, да, но именно вот в эти утренние часы, то есть тестостерон вырабатывается такими всплесками, да, я часто говорю такими синусоидами, потому что синусоиды всей школы прекрасно, да, знают, такими пиками. Соответственно, в течение ночи это бывает, поэтому часто у подростков как раз в ночное время мы видим полюции, да, с чем это связано, да, в период полового созревания, соответственно, это отмечается как раз-таки с такими пиковыми выбросами тестостерона. Дальше, соответственно, в утренние часы, если всё хорошо в организме, то, соответственно, появляется хорошая потенция, да, почему мы часто с вами обсуждаем, что интимная жизнь в утренние часы, это тоже очень-очень хорошо и полезно в целом для организма, особенно для мужского. Так вот, чтобы утром у вас всегда была хорошая потенция, хорошее настроение, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь». Препарат, который воздействует на вашу потенцию практически с первых дней приёма, увеличивает либидо, улучшает потенцию, улучшает твои сперматозоиды и потрясающе влияет на выработку тестостерона, да, самого такого главного, самого яркого мужского полового гормона. Так вот, дорогие друзья, в своём составе содержат мужская мощь цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и её химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают потрясающее воздействие с первых дней приёма. Поэтому я вам его крайне рекомендую. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжёлых металлов, красителей, ароматизаторов и, главное, можно применять длительно для более сильных эффектов. Крайне рекомендую. Ссылка будет в описании под этим видео. Самое первое. Поэтому переходите, заказывайте, пробуйте и ощущайте потрясающий эффект мужской мощи. Ну что, друзья, действительно, утренняя потенция – это признак вашего здоровья. И меня часто эти вопросы вот пугают, когда вы мне пишите, а вот у меня вот стоит это хорошо или плохо. Это очень хорошо. Плохо, когда начинаются проблемы с потенцией, когда она становится более слабая, когда, соответственно, вообще её нет. Тогда мы часто говорим о том, что нужно уже разбираться. И часто это может быть проблема с какими-то либо воспалительными заболеваниями, соответственно, с заболеваниями сосудистого характера, или, допустим, с гормональными нарушениями с выработкой тестостерона. Значит, тестостерон вырабатывается хуже, его становится меньше, поэтому и хуже становится потенция, да, или она вообще отсутствует. Поэтому на это нужно обращать внимание. И самое главное, что когда вы заметили эти нарушения, заметили ухудшение, нужно вовремя обратиться к врачу. Не стоит затягивать. Одно дело, когда у вас там была бессонная ночь, вы много работали, у вас была командировка, или у вас был какой-то длительный стресс. Другое дело, когда на фоне полного благополучия вдруг вроде бы не было каких-то либо серьезных потрясений, стрессов, спали вы хорошо, отдыхали, и вдруг вы видите какие-либо нарушения потенции. То это такая уже неприятная ситуация, да. Соответственно, заметили эти проблемы, нужно уже искать причину. То есть не рекомендую чего-то ждать, вовремя обращаться к врачу. Это крайне важно. Соответственно, почему часто рассказываю про препарат мужская мощь? Потому что очень много у мужчин дефицитных состояний, в том числе по цинку, да, потому что дефицит цинка в том числе ведет к проблемам с потенцией, в том числе ведет к гормональным сбоям и, соответственно, нарушениям эректильной функции в целом, да, снижением липида. Поэтому очень важно на это вовремя обратить внимание. Очень важно при первых нарушениях все-таки, что я рекомендую, обязательно сходить и сдать мазки на инфекцию, крайне важно. Сделать УЗИ предстательной железы, сдать основные анализы, да, то есть общий анализ крови, биохимический анализ крови, сдать спермограмму, да, мочу, то есть самый важный спектр для того, чтобы понять, в чем проблема, почему раньше все было хорошо, а сейчас вдруг в течение месяца мы видим какие-либо нарушения. Это очень важно диагностировать вовремя, чтобы, соответственно, избавиться от этих проблем. Поэтому, если все хорошо, это прекрасно. Если есть проблемы, вовремя начинаем обследоваться и уже принимать меры. Это крайне важно. Поэтому всем огромного здоровья и до новых встреч!